Здравствуйте! В эфире Тагановская телевизионная сеть. Вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всем понемногу» и эти полчаса проведу с вами я, ее автор и ведущий, Евгений Токариан. 14 октября Православная Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. О нем сегодня рассказывает православная страничка программы. Приветствую вас, дорогие телезрители! Как известно, 14 октября у нас праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это один из радостных, любимых церковных праздников, который очень почитаем в народе. В этот день, в этот праздник мы проставляем заступление, заступничество и предстательство Пресвятой Богородицы о всем человеческом роде. И вот исторически так сложилось, появление этого праздника обусловлено одним событием. Когда в X веке городу Константинополю угрожала большая опасность, а точнее нашествие варваров. И вот весь народ, патриарх, священники молились во Влахернской Церкви об избавлении, об этой очень серьезной и страшной беды. И вот некоему Андрею, юродивому святому человеку, было явление. Пресвятая Богородица сошла со святыми ангелами с неба, с апостолами, которые сопровождали ее, и вошла в алтарь, стала молиться о всем народе, об избавлении, об этой беды. После долгой молитвы она, повернувшись, вышла и накрыла весь народ своим амафором, символизируя свою защиту, избавление и молитву об этом народе. Действительно, в скором времени последовало избавление. Враг отступил, народ прославил Царицу Невестную, возблагодарил Бога. И этот праздник с самой глубокой древности, наверное, с 10 века празднуется, празднуется и особенно же почитается Русской Православной Церковью. Известно всем, что князь Андрей Боголюбский очень сильно почитал праздник этот, строил храмы с названием Покровский. Вы знаете, что у нас на Руси и села, и храмы, и даже города носят название Покрова. И вот это действительно радостный, хороший, добрый праздник. Я вас всех с ним поздравляю. Желаю Покрова и заступничества Царицы Небесной. А всех вас в этот день мы вызываем такими словами. Представь Богородица, спаси нас, покрый нас своим амафором. Обладатель городского знака доверия потребителей шашлычная пять звезд хорошо известна в Стаганроге. Здесь вы всегда можете приобрести свежие полуфабрикаты, маринованное мясо курицы, свинины, говядины и баранины, чтобы пожарить их самостоятельно. А также заказать изготовление блюд на мангале из всех видов мяса, курицы, печени, форели и семги, шампиньонов, картофеля и овощей. Заказ можно получить лично или к назначенному времени. Его вам доставят по указанному адресу. Доставка по городу бесплатная. Вас ждут по адресу улица Дзержинского, 144-L, ежедневно с 11 до 23.00. Телефон для заказов 633-555. Шашлычная пять звезд. В 2018 году был заложен и освящен камень в основании будущего Ильинского храма города Таганрога. И вот, наконец-то, началось его строительство. Об этом рассказывает настоятель Ильинского храма Иерей Борис Гущин. Здравствуйте, дорогие друзья! Обычно мы с вами в наших эфирах говорим на самые разные темы священной истории, о церковном богослужении, христианских традициях, преданиях. Но сегодня тема нашего разговора будет несколько иной, как вы успели заметить или уже знаете, наш Ильинский приход постепенно расширяясь, проходит самые разные этапы своего постепенного развития, становления, что вполне естественно и, конечно, желанно. В этом году были подготовлены и согласованы соответствующие бумаги, необходимая проектная документация для строительства. И скопан котлован, выведен в уровень и укатан щебнем. И вот сейчас вы можете наблюдать процесс заливания так называемой подбетонки, первого слоя раствора будущего фундамента нашего храма. И понятно, что процесс это все не такой быстрый, как нам хотелось бы или мечталось. Очень сильно все замедляется и неблагоприятными погодными условиями, и определенными финансовыми ограничениями. Но все равно мы все вместе идем к своей мечте, к своей цели. Давно уже назрела необходимость такого расширения строительства, большего по размерам храма. Потому как народ уже не помещается в маленьком, хоть и уютном. Особенно это в праздники становится всегда заметно. Но всему, как говорится, свое время и общими усилиями мы все равно потихоньку идем вперед. Известно ведь, что храмы строятся не только или не столько нашей волей, но в первую очередь волей Божией и Его помощью. Мы на нее все очень надеемся, и она есть. Но, как и в любом другом, добром, хорошем, важном деле, нужно и нам потрудиться, поучаствовать в таком соработничестве с нашим Творцом. Проявить настойчивость, терпение, от души помолиться. Вместе со стенами возводимых храмов, как известно, растут и приходские общины. Вместе с настоятелем, причстом, помощниками. Надеемся и верим, что у нас будет тоже так. Мы все вместе делаем доброе дело, которое послужит дальнейшему сплочению прихожан города, исцелению и врачеванию душевных ран, нуждающихся и немощных. Послужит в большей молитвенной пользе. И я, как всегда, хочу поблагодарить вас всех неравнодушных и поддерживающих нас, друзей, близких, помощников, соратников в этом нелегком и спасительном деле. Пусть Господь всех вас укрепит и подаст новые силы благословить ваши семьи и ваши дела. Что касается нашего строительства, то мы, конечно, не можем в нашем положении и обстоятельствах в точности знать сроки осуществления и завершения его. Об этом говорить, наверное, слишком рано. Но верю, что однажды мы сможем завершить начатое. Особую благодарность также хочу выразить Евгению Степановичу и его семье. Многие годы мы дружим и знаю, как он тоже радеет за то, чтобы наш этот общий храм возрос и однажды смог принять в своих стенах всех страдающих и ищущих Бога людей. Думаю, что мы снимем еще не один репортаж с этого места. Будем вас постепенно информировать о нашем дальнейшем продвижении к цели. Но в любом случае всех вас ждем, ждем встречи, ценим, любим, уважаем и ждем встречи в реальной жизни. Спасибо, Господи, дорогие друзья, братья и сестры. Христос посреди нас. Мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом фитоцентра «Целебные травы». С вами руководитель предприятия «Целебные травы Северного Кавказа» Екатерина Олейникова. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать вам о натуральном лечебном средстве, которое должно быть в каждом доме, особенно в осенне-зимний период. Это сироп бузины черный. Уникальный продукт, изготовленный по особой технологии без варки, в котором сохранены все витамины и активные вещества ягод бузины. Сироп бузины является мощным иммуностимулятором, защищает организм от вирусных инфекций, а может применяться как для профилактики, так и для лечения простуд и ОРВИ. Кроме того, сироп лечит кашель, улучшает зрение, борется с болезнями суставов, устраняет запоры. Сироп бузины – мощное кровоочистительное средство. Его даже применяют в комплексном лечении болезней крови и лимфы. Помимо прочего, бузина является народным средством лечения опухолей различного происхождения и помогает при миоме, мастопатии, аденоме, узловом зобе и даже онкологических новообразованиях. Сироп отлично сочетается с любыми травами, сборами, фитопрепаратами. Противопоказанием к приему сиропа бузины является сахарный диабет, беременность, лактация, детский возраст до 2 лет. Более подробно узнать о свойствах сиропа бузины и других трав из нашего ассортимента Вы можете в фитоцентре «Целебные травы» или на сайте lechatravy.rf Всего Вам доброго! До свидания! По адресу город Таганрог, улица Александровская, 79, ежедневно с 8.30 до 18.30. Телефон горячей линии 8 800 775 3191 Сегодня мы продолжим рассказ о градоначальниках Таганрога. Рассказывает старший научный сотрудник музея-заповедника Валентина Ратник. В 1853 году начинается Крымская война. И одна из героических страниц в истории этой войны – это оборона Таганрога. В апреле 1854 года таганрогским градчальником был назначен генерал-майор Егор Петрович Толстой. Его по праву можно назвать кадровым военным. Несмотря на то, что он получил домашнее образование, он в 17 лет состоял на военной службе. Участник русско-турецких войн – флигель-адъютант Николая I. В это время таганрогское градоначальство уже находилось на военном положении. И сюда был прислан генерал-майор Краснов для обороны города, если того потребует военное положение. 19 мая 1855 года англо-французские суда появились на рейде у Таганрога. 22 мая, спустя три дня, рано утром, на берег французское командование высадило парламентера, который предложил сдать город. Ну, конечно, на это поступил решительный отказ. И начинается бомбардировка города, которая длится более шести часов. Как память об этой бомбардировке – ядро английской пушки, которая навсегда осталась в стене Никольского храма. Потом был высажен десант в количестве трехсот человек. Держал оборону таможенного спуска полубатальон, которым командовал военный губернатор Толстой. Наши таганрожцы, защитники города, шли в штыковую атаку. Попытки захватить город англо-французским десантом были отбиты. Англо-французы еще в течение всего лета пытались захватить город. Все это было безуспешно. Город выстоял. В августе 1855 года англо-французы покинули рейд Таганрога. И по предложению, по ходатайству губернатора Толстого был создан комитет для оказания помощи тем таганрожцам, которые пострадали во время бомбардировки нашего города. Спустя некоторое время уже был открыт государственный комитет помощи нуждающимся, но первым был открыт в Таганроге. Многие таганрожцы за участие в Крымской войне были награждены медалями, в том числе и представители духовенства. Медалью была награждена и единственная женщина, Нисся Лядова, которая получила еще и 25 рублей за спасение девочки в период бомбардировки нашего города. В 1856 году город получил благодарственную грамоту. Получали эту грамоту губернии, и только единственный город, которому была вручена такая грамота, это был Таганрог. Военное положение в Таганрогском градоначальстве сохранялось до июля 1856 года. А представитель военной администрации, военный губернатор нашего города, таганрогский градоначальник, прослужил в Таганроге не более полутора лет. И спустя полгода после отмены военного положения в Таганрогском градоначальстве, генерал-майор Егор Петрович Толстой был назначен на другую должность и покинул наш город. Игру 12-го тура первенства второй лиги футболисты Таганрогского форта проводили на выезде в Пятигорске с местной командой Машу Кавминводы. О том, как завершилась эта встреча, я вам сегодня расскажу. Первый тайм начался с быстрых атак хозяев и уже на третьей минуте они создали острый момент у ворот Форте. Арберт Наниев опасно пробил по воротам, но уверенно сыграл наш голкипер Владислав Политаев. Сразу после этого таганрогцы взяли мяч под контроль и начали искать свои моменты у ворот Машука. Но создать в первом тайме по-настоящему голевую ситуацию гостям не удалось. А вот хозяева поля на 35-й минуте могли открыть счет, но после мощного удара Альберта Наниева угрозу воротам отвел защитник Форта Александр Балахонов. Сразу после перерыва таганрогцы разыграли отличную комбинацию. Петр Володкин, получив мяч у центральной линии, продвинулся вперед и отдал его на фланг Машезову. Артмир сделал отличный навес в штрафную хозяев и Алексей Горюшкин в падении головой замкнул эту передачу. Так, через 40 секунд после начала второго тайма таганрогцы повели в счете 1-0. Сыграли 40 секунд во втором тайме, подача справа и крайний защитник Алексей Горюшкин. Вообще в первом тайме же он справа играл, как он слева-то оказался. Замечательно! Дальше игра шла с преимуществом Форте. Имел возможность увеличить счет Рашид Магомедов, но лучшему бомбардиру команды отличиться в этой игре не удалось. Не смог поразить ворота Машука и вышедший на замену Илья Юрченко. А самый опасный момент во втором тайме создали хозяева поля. На 75-й минуте Владислав Политаев сначала отразил сильный удар пятигорчанина Заура Цакоева, а затем накрыл мяч на самой линии ворот, сохранив их в неприкосновенности в третьей игре подряд. Итак, вторая выездная победа подряд. И Форте поднимается на шестую строчку турнирной таблицы зоны юг. Игру 13-го тура футболисты Таганрога проведут на своей арене 15 октября с футбольным клубом «Спартак-Нальчик» из столицы Кабардино-Балкарии. Обладатель городского знака доверия потребителей «Шашлычная 5 звезд» хорошо известна в Таганроге. Здесь вы всегда можете приобрести свежие полуфабрикаты, маринованное мясо курицы, свинины, говядины и баранины, чтобы пожарить их самостоятельно. А также заказать изготовление блюд на мангале из всех видов мяса, курицы, печени, форели и семги, шампиньонов, картофеля и овощей. Заказ можно получить лично или к назначенному времени его вам доставят по указанному адресу. Доставка по городу бесплатная. Вас ждут по адресу улица Дзержинского, 144-L, ежедневно с 11 до 23.00. Телефон для заказов 633-555. Шашлычная 5 звезд. Завершит нашу сегодняшнюю встречу небольшая прогулка по осенней Пушкинской набережной. А я прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!